Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Жесткая встряска. За что руководителям коммунальных служб досталось от городских властей? Минута славы обернулась сроком. Грабители опознали благодаря телевизионному сюжету. Им бы в космос. Самарский университет и Институт Китая создали совместную лабораторию. Губернатор Николай Меркушкин принял участие в совещании под руководством председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Речь шла об актуальных вопросах социально-экономического развития. Например, спорный вопрос о тарифах на электроэнергию в зависимости от объема потребления решено передать на уровень регионов. По мнению Медведева, власти на местах должны сами решить, целесообразно ли переходить на новые тарифы. Также на совещании обсудили вопрос о бесплатной приватизации жилья. Срок по ней продлен до 1 марта этого года. Особая же категория – дети-сироты. Для них Госдума предлагает еще раз отодвинуть сроки. А владельцы большегрузных машин по поручению президента смогут рассчитывать на получение вычета из транспортного налога. Речь идет о взимании платы с грузовиков за проезд по федеральным трассам. По мнению же премьера Дмитрия Медведева, нагрузка на дороги от большегрузных и легковых машин совершенно разная. И несправедливо это не учитывать. Ученые с ГАО будут развивать космические технологии с китайскими коллегами. О создании совместной лаборатории они договорились с Пекинским институтом инженерии космического пространства. В нем собираются и тестируются 90% космических аппаратов и все пилотируемые корабли Китая. Какие исследования и технологии заинтересовали ученых поднебесных в Самаре? Чтобы это выяснить, Валерия Макарова отправилась в Аэрокосмический университет. Здесь не просто, а здесь не только частицы, здесь по тракту, а здесь еще и источник электронов и источник ультрафиолетовых лучей. То есть три воздействия сразу. Ну, позволяет как-то более полно моделировать космическую среду. Это ускоритель частиц. Китайские ученые из Пекинского института инженерии космического пространства им-то и заинтересовались. У самих такого нет. Ускоритель позволяет имитировать поведение микрочастиц, с которыми спутник встречается в космосе, и таким образом просчитать все возможные риски. В университете есть еще один электромагнитный ускоритель, но уже больших частиц. Сейчас он в процессе сборки. Твердые тела установка может разгонять до 3-4 километров в секунду. Такие исследования нужны практически всем предприятиям космической отрасли. Испытания материалов, спутников, ну и любых космических объектов, которые могут встретиться с высокоскоростным объектом. Вот эти наземные испытания, они намного дешевле, чем, скажем, какую-то измерительную аппаратуру вводить в космос, отправлять потом телеметрию, возможно, возвращать образцы на Землю. В будущем в университете появится аппаратура для исследования влияния плазмы на спутники. Ее создадут вместе с китайскими учеными. В итоге в международной лаборатории можно будет проводить множество испытаний с участием микрочастиц и крупных объектов. Вот такой космос в условиях одного отдельно взятого университета. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Вернуться на международную арену и дать шанс российским чемпионам в этом году выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. О главных задачах на новом посту заявил президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. На эту должность министр спорта Самарской области был назначен 16 января. После допингового скандала, в котором оказалось замешано прежнее руководство, и отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде, Дмитрию Шляхтину предстоит выполнить все требования Международной Федерации легкой атлетики. Их 22. Основные – полностью заменить руководящий состав и проверить на употребление допинга 2000 спортсменов. План по выходу из кризиса новое руководство российских легкоатлетов должно подготовить к 12 марта. Сейчас нам надо просто отбросить все и дать шанс поехать тем, кто чистый, прозрачный, кто молодежь, которая каждый день ходит на тренировки и работает во благо своих результатов, дать возможность вернуть их на международную арену. Экология под пристальным вниманием. В Казани подвели итоги Государственного экологического надзора в ПФО и наметили задачи на 2016 год. От имени полномочного представителя президента Михаила Бабича участников расширенного совещания поприветствовал Олег Машковцев. Он отметил, по результатам проверки, во всех регионах округа реализуются меры в области охраны окружающей среды, направленные на снижение негативного влияния города. Вместе с тем остается ряд нерешенных проблем, в том числе правового характера, который мешает, к примеру, бороться с несанкционированными свалками, загрязнением атмосферного воздуха и воды. Кадровые перестановки в партии «Единая Россия». Александр Фетисов покидает постсекретаря Самарского регионального отделения. В сентябре прошлого года он ушел в правительство области на должность зампредседателя, а совмещение партийного поста и госслужбы в «Единой России» не приветствуется. Разговоры о том, что его уход связан с конфликтом во время предвыборной кампании летом 2015 года, Александр Фетисов опровергает. «Тогда бы кадровые решения последовали бы намного быстрее. Если говорить, что мне было уже наложено, там, взыскание предупреждения, как пел Владимир Семенович в одной из своих песней, расстреливать что-то два раза, приказы не велят, да. Если мы будем говорить военным языком, да. Поэтому, тем более, что кампания прошла, давайте так скажем, откровенно, очень успешно для «Единой России». Все те задачи, которые были поставлены федеральным руководством, там, партией, губернатором, они в эту выборную кампанию все были выполнены и реализованы». Вместо Александра Фетисова в региональном отделении партии займет Герой России, участник войн в Афганистане и Чечне Игорь Станкевич. Сейчас он проходит собеседование в Москве. Приверив чувства, уборка снега по-прежнему остается темой номер один для городских властей. С начала зимы из Самары вывезли 230 тысяч тонн. В целом, ситуация не критическая, однако выехать из дворов для многих горожан оказалось проблемой. Чтобы все убрать, не хватило рабочих рук. Как же так получилось, если заранее рапортовали о сотнях дворниках, брошенных на борьбу с сугробами? Разбор полетов на совещании в департаменте ЖКХ в репортаже Марина Матвейшиной. Выехать с парковки, как положено, получается не у всех. Автомобили так и остались в снежном блину, пока их владельцы поспешили на работу в общественном транспорте. За нерасчищенные межквартальные дороги и дворовые проезды ответ держат заместители глав районных администраций в департаменте городского хозяйства и экологии. Сегодня утром в каждом районе работали десятки дворников. Хотя еще вчера вечером руководители говорили о сотнях. Промышленный район. Заявлено 500, было 39 на 7 утра. 500, это было заявлено с 7 утра. 250 человек, это я вместе с СЖ посчитал. У вас на 7 утра, на 7 утра всего нашли 39 человек. Что вы сейчас говорите? Даже 250 не нашли. Но дворы были почищены на 90%. Видно, что в СЖ поработали. Не отличился прилежностью и Красноглинский район. По данным проверки городской административно-технической инспекции по благоустройству, количество работавших дворников сильно преувеличено. Блокие здесь подъездов у них отработаны практически на 95%. Практически все. А проезды очень плохо. Техника сегодня работала, а дворники у них не вышли. Почему врети? Да кто сказал, что мы врем-то, я не пойму. Анти-героев будут знать в лицо. На так называемой доске позоров в департаменте городского хозяйства и экологии появятся портреты всех ответственных за нерасчищенные от снега дворы и проезды. Критика сегодня прозвучала. Мы не собираемся замыливать себе глаз. Поэтому сейчас потребуем объяснения с этих руководителей. И будут приняты меры административного воздействия к ним. И пострадало качество работы. Естественно, эту работу они доработают сегодня в день и будут работать в ночь. Мы эту ситуацию исправим. Возможность исправиться коммунальщикам предоставится совсем скоро. Уже сегодня ночью синоптики обещают небольшой снегопад, который может усилиться завтра. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События. Несмотря на прозвучавшую критику, работа по уборке снега в Самаре ведется в две смены. Специальные машины очищают улицы и днем, и ночью. Для того, чтобы справиться со снегопадами, задействовано более 300 человек и больше 160 единиц техники. Лаповые погрузчики и малогабаритные машины повышают эффективность уборки. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Самары, за прошлую ночь с улиц города вывезли 12 тысяч тонн снега. Работу затрудняют припаркованные автомобили. Администрация Самары убедительно просит автолюбителей не оставлять личный транспорт на обочинах. В противном случае он будет перемещаться, либо вовсе вывозиться на спецстоянку. Православные отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В этом году традиционные купания в прорубях оказались под запретом МЧС. В ночь на берегу волги дежурили спасатели. Они не пускали людей на лед. Опасно. Его толщина сейчас не превышает 16 сантиметров. Но многих это не остановило. Алина Чемерис узнала, можно ли Крещение встретить иначе. Самое главное – залезть. Кто первый раз, залезть. А потом уже отлично. Ну, желательно, конечно, растереться, кровь разогнать. Советы желающим укрепить тело и дух здесь дают вопреки запретам спасателей. Еще ночью на Волге дежурил патруль и не пускал людей к проруби. Теперь, когда постовых нет, сюда с самого утра приходят любители крещанских купаний. Шанс разогреть кровь с помощью ледяной воды беспечные самарцы не упускают. Говорят, не боятся ступить на скользкий путь. Мы, конечно, проверили, все ли в порядке, то есть в первую очередь безопасность. И только тогда пришли закаляться. По православным канонам купаться в проруби на Крещение желательно, но вовсе не обязательно. Для тех, кому необходимо окунуться в воду, есть купели при храмах. Но самое главное, говорят служители церкви, этот день провести с молитвой. Обязательно православный христианин должен все праздники проводить в храме. Существуют вечерние богослужения, утренние богослужения, литургии, где православные христиане причащаются к христовым тайнам. Нет большей святыни, чем причастие. Огромной силой, по словам священников, обладает и крещенская вода. В церквях ее специально освящают и даром раздают людям. Вместо того, чтобы на Крещение нырять в ледяную воду, можно прийти в храм и набрать святой воды. Верующие говорят, она обладает чудодейственными свойствами. Потребляем, пьем и загадываем все самое лучшее, чтобы с нами было. Все было самое лучшее. Сбывается? Сбывается, не поверите, сбывается. В ванну добавляю понемножку, когда купаюсь в ванну, чуть-чуть добавляю. Вчера вот добавляла, очень хорошо спала. Прихожане уверены, чтобы в Крещении очиститься душой, самое главное – наполнить мысли светлыми образами. Алина Чемерис, Алексей Золотинков, События. Смотреть телевизор иногда не только приятно, но и полезно. В этом убедился 52-летний житель Самары, когда увидел в одном из новостных сюжетов лица своих обидчиков. Обратившись в полицию, мужчина, он работает водителем такси, рассказал, что его ограбили пассажиры, которых он подвозил. Разбойников мужчина узнал в уроженцах соседних республик. По данным следствия, пятерых мужчин подозревают в серии нападений. Несколько из них были совершены в Самаре. По версии оперативников, подозреваемые совершили преступления имущественной направленности не только в Самаре, но и в других регионах Российской Федерации. В частности, в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в республиках Башкирия и Татарстан. Полицейские обыскали съемные квартиры, где проживали арестованные и нашли там большое количество сотовых телефонов и планшетных компьютеров. Вещи, предполагают, силовики были похищены. Всех, кто пострадал от действий этих людей, полиция просит обращаться по телефону, указанному на экране. А теперь коротко о других темах дня. За МСДУ ответит. В суде Октябрьского района Самары прошло заседание по делу руководителя туристического оздоровительного комплекса «Волжанка» Евгения Пуговкина. Его обвиняют по статье «Получение взятки». Яблоком раздора стали мусорные контейнеры и передвижной киоск, принадлежавший кафе «Соколье горы», которые незаконно разместились на земле, закрепленной за базы отдыха «Волжанка». За их размещение, по версии следствия, Пуговкин получил деньги. В лобовом столкновении ваза и фуры под Цезернью погибли четыре человека. По предварительной версии, находившийся за рулем легковой водитель, двигаясь по федеральной трассе М-5 «Урал», при совершении обгона, выехал навстречу, где столкнулся с грузовиком. Водители трое пассажиров легковушки скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал. Пожар бушевал этой ночью в частном секторе Самары. Пламя охватило дом и надворные постройки, расположенные в Ботаническом переулке. На место происшествия прибыли 66 пожарных. Из горевших помещений эвакуировали 8 человек. Возгорание ликвидировали за 10 минут. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Самарская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на финансовую организацию, расположенную на проспекте Кирова. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства. Мужчине на вид 20-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, носит очки. Всем, кому что-либо известно о человеке, фотографию которого вы видите на экране, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 020. Сегодня стартует распродажа билетов в купейные вагоны по маршруту Самара-Москва и обратно. Купить билет на верхнюю полку можно будет всего за 999 рублей. Тариф действует с 19 января по 3 марта, за исключением чисел с 19 по 23 февраля. В акции участвуют два поезда 50 и 49. Купить билеты можно на сайте pas.rjd.ru или в кассах перевозчика. В Самаре стартовал прием в первые классы. За первые 20 минут записались почти 2000 человек. Правда, пока заявления от родителей принимают только гимназии и лицеи. За ними закреплена территория всей Самары. В остальных учебных заведениях прием документов начнется 29 января. Как юные самарцы готовятся к школе, узнавала Лариса Шалафаст. Будущей первокласснице Соне Вавиловой почти 7 лет. Пока она еще ходит в детский сад. Но все мысли уже о школе. В течение года посещала подготовительные курсы. Теперь, говорит, к учебе готова. Знает все буквы и цифры. И уже сама может собрать школьный портфель. Особенно Соне нравится оттачивать мастерство чистописания. Соня пойдет в ближайшую к дому школу. Мама уже заранее узнала, как подать документы онлайн. В этом году на портале образовательных услуг такая возможность есть у всех родителей. Как работающей маме удобно в любом случае, потому что не бегать с документами со всем этим по школам, не стоять в очередях, потому что хватило подачи документов в садике. И очень удобно на самом деле. Мы уже в школе раздавали бумажечки такие, где написано, когда можно отрепетировать подачу документов. Вот подавали, пробовали подавать. В принципе, удобно. С 19 января заявки от родителей начали принимать Самарские гимназии и лицеи. Те образовательные учреждения, за которыми закреплена вся территория города. Всего их 17. В лицее «Престиж» все 50 мест оказались заполнены в считанные минуты. Завтра с 8 до 9 на своем сайте опубликуем реестр заявлений. Исходя из этого, родители, уже зная, под каким номером ребенок или их заявление зарегистрировано, и в течение трех дней должны принести нам уже документы на бумажном носителе. Это свидетельство о рождении. Заявление уже непосредственно здесь напишут. Все остальные учебные заведения Самары начнут прием заявлений в первые классы 29 января в 9 часов утра. В первую волну попадут заявления от самарцев, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Ежегодный конкурс «Лучший учитель года России» стартовал в Самаре. Во второй этап вышло 18 претендентов. На открытом уроке одной из конкурсанток побывала Марианна Мирная. Как известно, звонок для учителя. Старт уроку биологии дает Сергей Кочерешко, лучший учитель России по версии 2015. Теперь он в составе жюри и внимательно следит за тем, как дети впитывают знания о плесневых грибах. Его коллега Ольга Ларцева рассказывает, как важно на уроках использовать новейшие методы преподавания. Мы используем образовательные ресурсы, которые очень важны для ребенка. В частности, я использую презентации, модульные системы измерения пролог. Это какие-то видеофрагменты, видеоролики, которые могут вызвать эмоциональные отношения у ребенка в классе. Ну и, конечно же, интернет. Несмотря на стремительно меняющийся мир, система образования по-прежнему зиждется на трех китах. Любовь к детям, верность профессии и знания своего предмета. Побеждает всегда личность. Всегда будет заметен тот учитель, который сам по себе яркая индивидуальность. Конечно, наверное, несколько составляющих. Но, во-первых, это хорошее знание предмета. Все-таки хотелось бы еще и еще раз подчеркнуть, что в первую очередь нам важна и глубина знаний самого учителя. 18 конкурсантов проведут открытые уроки и беседы с учениками. По результатам окружного этапа выберут тех, кто представит Самару в области, а затем и будет защищать ее честь перед всей страной. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В Самаре открылся новый офис учебного бизнес-центра «Five Star System». Здесь самарцев учат финансовой грамотности, объясняют, как создать свой собственный бизнес. На открытии центра побывала Лариса Шалафаст. Как пройти свой путь к успеху, самарцы могут рассказать и в бизнес-центре «Five Star System». Тренеры поделятся полезными знаниями о бизнесе и предпринимательстве, помогут повысить уровень финансовой грамотности и мотивируют на дальнейшее развитие. Мы не даем знания именно углубленные и специфически, там, бухгалтеров, юристов, либо для этого существуют другие курсы и другое высшее образование. Но мы даем человеку понимание вообще, чего в принципе он в жизни хочет. Потому что очень многие, поверьте, очень многие не знают, с чего начать, куда идти, зачем этому нужно. То есть это как раз те моменты, которые мы здесь обсуждаем. Занятия в центре идут несколько раз в неделю. Весь курс можно пройти в течение шести месяцев. Как планировать свой день, потому что это может пригодиться и в семье, что можно передать своим детям, потом внукам эти знания. То есть это очень важно. Всегда находишь что-то новое, то, что можно применить в жизни, то, что можно применить в своей семье, на работе. И всегда здесь уютно, комфортно. Атмосфера очень доброжелательная, поэтому приятно приходить и получать знания. Очень интересно в плане, опять же, финансовой грамотности, то есть как распорядиться своими средствами, чтобы это было рационально, то есть чтобы это не просто траты были, а шло в дело. Записаться на занятия в центре и получить полезные знания можно в любое время. Набор идет постоянно. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Доллар, рубль и нефть. Как они себя чувствуют сегодня? Свежие финансовые хроники от экономического обозревателя Андрея Троя. Здравствуйте. Доллар и евро решили сыграть отступление. Правда, всего на пару шагов и, скорее всего, ненадолго. На 20 января Центробанк установил курс доллара США на отметке 78,48 рубля. Курс евро – 85,29 рубля. На бирже обе валюты подешевели куда более существенно. Евро потерял более рубля. Золото стоит 2758 рублей за грамм. Серебро стоит 34,90 рубля за грамм. Нефтяные котировки отыграли вверх примерно на 4%. А сейчас бочка Brent стоит 29,79 долларов. Центробанк отмечает, что чистый отток капитала из России в 2015 году по сравнению с 2014 снизился в три раза. Из страны ушло всего 57 миллиардов долларов. Конечно, может, уже и вывозить нечего. А может, инвесторы задумались о том, что холодную войну на финансовом фронте пора заканчивать. А на сегодня это все. Удачи в делах. Городские улочки, потрясающие волжские пейзажи. Самара от сердца к сердцу. В арт-фойе и кинотеатр художественный открыл из выставков фотографии Алексея Рюмина. Взглянуть на самые живописные уголки Самарского края и увидеть город глазами автора решила и Алина Чемерес. Фотография Владимир мне нравится. Это был такой пасмурный день. И видите, небо на несколько секунд появилось. Я это сфотографировал. В итоге ощущение, что она плывет. Если вот эти деревья убрать, то как будто мы плывем на тот берег Волги. Самарские пейзажи Алексей Рюмин снимает уже более пяти лет. Любимые места фотографа – старый город, вертолет, Коширяевские просторы. На выставке Самара от сердца к сердцу. Городские достопримечательности, лабиринты многоэтажек и завораживающая ночная природа. Чтобы каждая фотография стала произведением искусства, говорит Алексей, важно правильно работать со светом. Полуденный свет, к сожалению, он убивает полностью объем. Он жесткий. В каких-то сюжетах это может быть интересно. Но в основном пейзаж – это восход солнца, закат. То есть вот в это время очень красивый. Ну и еще ночная фотография. Ходил по городу и снимал все подряд. Так началось увлечение фотографией, рассказывает Алексей. Сразу понял, Самара – огромный источник вдохновения. Сегодня на выставке Алексея Рюмина более 30 работ. Полюбоваться ими в арт-фойе кинотеатра художественные жители смогут до конца января. Я в восторге. Как будто снова на берегу, как будто видишь это своими глазами. Это очень впечатляюще. Здесь навсегда остаются все впечатления посетителей. У меня в руках книга отзывов. Мы тоже решили поблагодарить автора за прекрасную выставку. Калина Чемерес, Григорий Пляшаков, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok